Пятый класс, 36 серия. Решение задачи. Задача первая. Напишите наибольшее пятизначное число, делящееся на 18, чтобы первая цифра была 3, и все цифры были бы различными. Итак, первая цифра пятизначного числа 3. Число должно быть как можно больше. Давайте запишем вторую цифру 9. Третью 8. Все цифры должны быть различными. А четвертую давайте попробуем записать 7 и посмотрим, что получится. Число должно делиться на 18, то есть оно должно быть четным. Последняя цифра четная. И сумма цифр числа должна делиться на 9. То есть одновременно выполняется признак делимости на 2 и на 9. Итак, сумма цифр числа должна делиться на 9. Сумма цифр 3, 9, 8 и 7 – 27. Делится на 9. Значит, последняя цифра – 0 или 9. 9 не подходит, потому что последняя цифра должна быть четной. Значит, подходит только 0. Итак, ответ 39 870. Задача вторая. Найдите цифры пятизначного числа, если известно, что это число делится на 450. Итак, первые три цифры известны. Надо найти две последние цифры. Число должно делиться на 450. Последняя цифра – 0, потому что 450 можно представить в виде произведения. 5 умножить на 9 умножить на 10. Значит, последняя цифра – 0. Если вот это пятизначное число разделить на 10, то оставшееся четырехзначное должно делиться на 45. Значит, вот эта цифра, предпоследняя, должна быть либо 0, либо 5. И сумма цифр числа должна делиться на 9. Значит, 5 не подходит, а 0 подходит. Сумма цифр числа 9 будет делиться на 5. Итак, ответ 13500. Задача третья. К числу 56 припишите справа и слева по одной цифре, чтобы полученное число делилось на 120 и было больше, чем 7000. Итак, если слева и справа к числу 56 приписать по одной цифре, то получится четырехзначное число. Оно должно делиться на 120. 120 можно представить в виде произведения. 3 на 4 на 10. То есть последняя цифра – 0. А вот эти две цифры образуют двузначное число, делящееся на 4. Так, осталось найти первую цифру. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Признак делимости на 3. Значит, и число должно быть больше, чем 7000. Так, если записать цифру 7, сумма цифр числа 18 делится на 3. Итак, ответ 7560. Задача четвертая. Найдите число, 1 восьмая которого, 4 пятых от 20. Сначала надо найти 4 пятых от 20. 1 пятая от 20 – это 4. 4 пятых в 4 раза больше – 16. Так вот, 16 – это 1 восьмая числа. Значит, 16 надо умножить на 8. Ответ – 128. Задача пятая. В школе учатся меньше, чем 300 учеников. За тест 1 четвертая часть учеников получили пятерки. 1 треть – четверки. 1 пятая – тройки. 1 девятая – двойки. Сколько учеников в школе? То есть число учеников в школе должно быть меньше, чем 300. И это число делится и на 4, и на 3, и на 5, и на 9. Надо найти наименьшее общее кратное чисел 4, 3, 5, и 9. Обратите внимание, что 9 делится на 3. Значит, наименьшее общее кратное 4 умножить на 5 умножить на 9. Вот перемножаются взаимно простые числа. Получается 180 – это число меньше, чем 300. Ответ – 180.